Привет, с вами Руслан Усачев, Михаил Кшиштовский, и мы в аэропорту Кёльна прилетели сюда, чтобы отправиться в мини-евротур. Первая остановка будет Люксембург. Это кто нас снимает? Это я. Дань, спунт, ты что ли? Да. Какого черта ты здесь делаешь? Я... Мы тебя с собой брать не хотим, нам не нужен. Ну, у меня ваша камера и клевая шапка. Чёрт. Это не какое-то дурацкое произведение искусства. Спасение азиатских слонов. Вот какую цель себе ставит выставка. Куча, просто куча разных дизайнерских слонов расставлены по всему Люксембургу. Интересно, что будет, если их все найти? Мы находимся в очень живописном месте, в исторической части Люксембурга. Этот канал еще современно в средневековье используется для спуска сточных вод. Правда, вот ребята об этом пока еще не знают. Продвонять, честно говоря, говнищем. Мочой какой-то, по-моему. Фу. А прикинь, мы неправильно перевели, короче, говно. Это реально сточная канала. Я не переводил. Ты переводил? Очень серьезно, б***ь. Что? Почему ты решил, что я переводил? Позади меня находится восхитительный собор леди Люксембургской. Прекрасен во всем, кроме одного, но там нужно соблюдать тишину. А это, как понимаете, накладывает некоторые ограничения на исповедь. Мне очень сложно об этом говорить, но... Я убил свою жену, расчленил ее, засунул в целлофановые пакеты и похоронил у нас на заднем дворе. А детям сказал, что... Сказал, что... Она уехала в отпуск и не вернется никогда оттуда. Что? Я... Я знаю, что я ужасный человек и... Я, видимо, буду вечно гореть в аду за этот поступок. Только остается надеяться, что Иисус простит меня. Что? Знаете, я вот вроде бы это все сказал, и мне как-то так... Даже просто на душе стало. Спасибо вам, святой отец. Я... Я... Я, пожалуй, пойду. Господь... Господь наше спасение. Спасибо. Спасибо вам, отец. Спасибо. Здесь есть кто? А? Если вы удивлялись, почему на улицах Люксембурга так мало народу, вот вам ответ. Они все на ярмарке развлечений! Вот парень веселится! Веселье! 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 Это радость для нас, прокачиваясь на нашей... Дай, папа-пока, дай, папа-пока, дай! О да, малышки, падайте к моим ногам. Вы тут все мои. Аттракцион просто чудо, а я маленький гений. Ну, крошки, кто ваш папочка? Кстати, блин, где папа? Он уже полчаса как должен сидеть тут и искать мне новую маму. Кому выписать билет на Вегас? Этот парк развлечений настолько крутой, что здесь на раздаче призов работает сам Джордж Карлер. Если бог есть, я думаю, самые рассудительные люди согласятся с тем, что он как минимум некомпетентен. И может быть, может быть, ему просто насрать. А сейчас ваша любимая рубрика после Ассасинскридинга. Я буду прятать призовую карточку. Дело в том, что я не знаю, где сейчас находимся, поэтому просто на карте отмечу начальную точку, а потом спрячу эту карточку на ваших глазах, и если вы ее найдете, то получите шикарный приз. Погнали! Умири, не счесть вещей маломерный, в бог и тюм, то писюн Люксембург. Если последний красивый безмерно, то твой писюн не спасет, и хирург. Спрячем карточку в кустах, приз получишь от эскав. Не в кустах я вам наврал, старый башню между скал. Коли ты не трус, мой друг, ты не пожалеешь рук. Ты не побоишься, крыс, напрягись, получишь приз. Побыстрее, то опоздаешь. Закажи билет, твоя цель! Блин, Руслан, я что-то в туалет хочу. Вон, кабинка специально, давай туда. Кабинка? Че это такое, туалет? Здесь так все делают, давай, давай. Блин, я что-то не знаю. Я не знаю, все смотрят, Руслан. Публичные писсуары. Писай, как европеец, пока все смотрят. Короче, я не могу. Вот, вот это другое дело. Получен предмет шапка из туши Аиста. Плюс три к познавательности шоу. Вот это памятник жертвам Второй мировой войны. Буквально в нескольких сотнях метров от него находится мост Адольфа. Не подумайте, что это какая-то шутка, связанная с Второй мировой войной. Нет. Просто в начале 20 века Люксембургом руководил герцог Адольф, в честь которого, собственно, и назвали этот мост, который был построен в 1903 году. Правда, все равно непонятно, зачем этой золотой тетке в руках баскетбольное кольцо. Ну, я не знаю, что твои Люксембурга. Да, как-то не особо интересно. Вроде маленькая страна, маленький город, смотреть особо нечего. То есть он ухоженный, да. Цивилизация, все равно. Красиво, да. Да, но как-то безлик совершенно. Надеюсь, что в Брюсселе получше будет. Я не в Брюсселе. Кстати, спун, спасибо тебе большое, чувак. Освежил шоу своим юмором. Вот, признаюсь, я не был уверен, что ты вытянешь индивидуальный юмор, который у нас в передаче есть, но ты справился, молодец. Пацаны, зацените, короче, у меня на зубах говнище. Ну ладно, шутка действительно говно была. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok